Здание Алтайского краевого суда, одно из старейших судебной системы страны. Построено в 30-е годы 20-го столетия. Ранее здесь располагался Краевой комитет Коммунистической партии Советского Союза. И вот уже более 30 лет главный суд Алтайского края. Сами по себе наши интерьеры и сама конструкция здания, к сожалению, не приспособлена для отправления правосудия. Оно не является проектным зданием. То, что можно было сделать, начиная с 1991 года, когда сюда переехал, что называется, Алтайский краевый суд, все это мы сделали. Перед вами материалы по уголовному делу, рассмотренному Краевым судом в 37-м году. Как вы можете видеть, 17 декабря 37-го года. А это историческая ценность. Самый старинный документ Краевого суда. Ему почти 90 лет. Всего в архиве находится более 3000 документов постоянного хранения. Чтобы всем материалам хватило места, используется система передвижных стеллажей. Позволяет экономить пространство в хранилище. Хранилище, к сожалению, не бесконечное. И вот такая система позволяет поставить на один стеллаж больше, потому что между ними можно не оставлять фиксированные проходы, а сдвигать по направляющим всю конструкцию. Это самый главный и просторный зал Краевого суда. Здесь рассматривают громкие преступления, совершенные с особой жестокостью. Опасные дела рассматривают при участии присяжных заседателей. В последнее время, конечно, очень большие проблемы с тем, чтобы набрать скамью присяжных заседателей, сформировать. Но, тем не менее, все равно работа идет. Конечно, разные причины бывают объективные. Допустим, когда человек уже давно не живет в этом месте, в Барнауле, допустим, много таких заявлений поступает, что человек, я говорю, уже давно живу в Москве, а здесь просто зарегистрирован. Бывают такие причины. Бывают причины, что, допустим, человек работает водителем на работе. Его, конечно, не отпустят, чтобы он участвовал в судебных заседаниях. Технически оснащенные залы, кабинеты судей, совещательные комнаты. Журналистам в рамках дня открытых дверей показали все локации. Представители СМИ познакомились и с заместителем председателя суда по уголовным делам. Я курирую работу апелляционной инстанции Алтайского краевого суда. Апелляционная инстанция пересматривает приговоры районных судей Алтайского края, которые постановлены районными судами, а также постановления. По итогам 2023 года порядка 6 тысяч судебных решений рассматривались Алтайским краевым судом в апелляционном порядке. Из них порядка 10% претерпели изменения. Краевой суд, к слову, славится не только современными залами, красивыми интерьерами, но и уникальным музеем и колоритным актовым залом, где проходят не только деловые конференции, но и ставятся театральные постановки. После насыщенного трудового дня сотрудники краевого суда снимают свои строгие костюмы, судьи мантии и приходят в актовый зал, чтобы порепетировать театральные постановки и сыграть на музыкальных инструментах. Кстати, на базе суда даже существует вокально-инструментальный ансамбль и работает театральная студия. Руководство делает акцент не только на работе, но и на творчестве. Хотя крайне сложно представить строгих, сдержанных судей за игрой на барабанах. Но такие встречи с журналистами, как сегодняшняя, помогут снять покров таинственности с Дворца правосудия. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.